Я вам скажу, что у меня появилась одна действительно настоящая магическая колода, я сейчас при вас её раскрою. Колода, которая, я уверена, подействует именно нужным образом. Это аналог, наверное, была такая иракская колода, сейчас, я так знаю, главари Хамаса уже угодили. А это крысиная колода. Это, ну, головорезы, кстати, эти террористы Хамаса уже во многом, во многом уже, так сказать, это логово эти обезглавленные, я думаю, что и дальше всё будет происходить так же. А тут вот есть одна такая, на Амазон можно купить, крысиная колода, я не знаю, хорошо ли видно. Я вам сейчас покажу какие-нибудь из этих карт, вот видно, какая-то двуглавая крыса, вот, это вот первая, видите, вторая. Я знаю, тут много-много всяких разных крыс. Я предлагаю, если уж хочется очень сильно гадать, то брать вот такую колоду, и на ней можно прекрасно сделать выводы о том, кто попадёт на скамью подсудимых ГАГСом трибунала в первую, кто во вторую. Вот, значит, можно вот рандомно вытягивать любого. Причём, понимаете, буквально я вам скажу, что каждый, каждый должен оказаться на этой скамье. Вопрос только последовательности. Уверена, что наши зрители разделят мою точку зрения, что буквально все достойны того, чтобы их нанести было на эти карты, потому что, ну, вопрос только, ещё раз подчеркну, последовательности того, как они и когда окажутся на скамье подсудимых ГАГСского трибунала. Там, не знаю, будет ли им параллельно ещё для них открыта психиатрическая лечебница, где их, ну, попытаются во всяком случае, так сказать, заземлить, ну, вот объяснить им, что вся эта вера в магическое, волшебное, оккультное никак им не помогла, и в итоге в ГАГе они все оказались. Да, мы на это очень надеемся, и будет это в ближайшее время.